Девушки отдыхают О чем договорились? Подушка безопасности. В Беларуси с октября начнет работать добровольная накопительная пенсия. Островито гарантируют норму доходности не ниже ставки рефинансирования. Какой процент будет вносить работодатель? Талант из народа. В Бобруйске прошел кастинг музыкального телепроекта. Мы заканчиваем наш отбор республиканский на очень хорошей, доброй, позитивной ноте. Сколько участников попадут в полуфинал? А также квартирный вопрос, скорая помощь и удобный формат. В стране растет популярность дискаунтеров. В чем преимущество таких магазинов? Эффективность критерий любой сферы. В Горисполкоме прошло совещание по итогам работы объектов торговли за 2022-й. В зале руководители крупнейших гипермаркетов, общепита и бытовых услуг города. На повестке дня острые вопросы от санитарного благополучия и безопасности до соблюдения сроков годности продукции и защиты прав потребителя. К слову, в Бобруйске свыше 2900 объектов розничной торговли, магазинов, павильонов, киосков и рынков. Общая площадь свыше 160 тысяч квадратных метров. Розничный товарооборот за полгода – почти 721 миллион рублей. Особенно большое внимание мы уделяли дисциплине цен. Именно соблюдение законодательства ценообразования в объектах торговли, общественного питания и также в объектах бытового обслуживания. В городе Бобруйском на сегодняшний момент выполняются социальные стандарты. Это по обеспеченности торговых площадей, по обеспеченности общедоступных мест в объектах общественного питания. Булочная кондитерская компания «Домочай» – это на сегодняшний день динамично развивающееся предприятие. Мы никогда не стоим на месте. Мы развиваемся. Мы выпускаем новые виды продукции. Не забываем о старых. У нас на сегодняшний день широчайший ассортимент хлебобулочных, кондитерских изделий. Мы выпускаем слоеные изделия. У нас есть замечательная линия по производству этой продукции. Это и слойки, это и язычки, это и ушки, и много других изделий. Бытовое обслуживание населения осуществляют 1029 объектов. Формы услуг самые разные. Салоны красоты, СТО, ремонт, пошив одежды и многое другое. Особое внимание на совещание уделили работе по увеличению доли товаров отечественного производства. В завершении прошла дегустация булочно-кондитерской продукции компании «Домочай». Южный вектор делегации из Пакистана посетила фондок. Гости познакомились со всеми процессами переработки древесины от производства до готовой продукции. Договорились и о поставках первой партии фанеры. О перспективных направлениях Ольга Васенда. Фондок осваивает новые рынки с бытом. Предприятие с более чем 95-летней историей посещает делегации из Пакистана. Встреча проходит при содействии МИД Беларуси. Познакомиться с заводом приезжают 17 представителей различных компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве в сфере деревообработки. Это международные отношения. Данная делегация представлена в основном продавцами древесной продукции. В первую очередь это пиломатериалы и фанера. Данное направление для предприятия фондок, наверное, новое. Потому что больше все-таки производства были предрасположены в работе с европейскими компаниями, с западноевропейскими компаниями. Гости знакомятся со всеми процессами переработки древесины, начиная с производства фанеры, заканчивая готовой продукцией. Особое внимание новой линейки, сделанной на уровне знаменитых зарубежных аналогов – комоды, кровати, шкафы, стулья и полки. В ассортименте больше 20 наименований. Я очень сильно впечатлен. До приезда в Беларусь мы посещали много других стран. Это США, Малайзия. Смотрели их заводы. И если сравнивать, то здесь очень хорошо. Пакистан – это рынок, где требуется продукция деревообрабатывающей промышленности. У нас в стране практически нет своего дерева, своих лесов. Поэтому, конечно же, мы уже продумываем бизнес-план. После экскурсии гости вместе с генеральным директором садятся за стол переговоров, обсуждают ассортимент, стоимость и варианты доставки. Договариваются о поставках первой партии фанеры. В перспективе и мебельный щит. У них есть интерес. Но следует понимать, что такой торговли, как, допустим, с Западом, что мы сегодня договорились, завтра отправили, к сожалению, здесь не получится. Здесь слишком много факторов. Это и законодательство их страны, которое не позволяет, допустим, осуществлять платежи до того момента, пока товар не пересек границы. Это и логистика, поскольку это слишком большое расстояние, нужно считать все варианты доставки. В 2021 предприятие экспортировало продукцию в 38 стран мира. С приходом санкций рынок значительно сузился. Но появились новые возможности. Основные заказчики – Азербайджан, Грузия, Турция, Иран, Казахстан и Россия. Большим спросом пользуются фанером. Что касается мебели, то продажи растут и на территории Беларуси. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Скорая помощь, православный праздник и квадратные метры. В Беларуси за 8 месяцев построили 26 тысяч квартир. Сколько в сельской местности? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Учащиеся с ОРВИ могут отсутствовать на занятиях без справки до 5 дней. Норма будет действовать во время высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями. К слову, в стране регистрируется небольшой рост гриппа и коронавируса. Однако темп распространения в два раза ниже, чем в прошлом году. В стране за 8 месяцев построили 26 тысяч квартир. Большая часть новостроек выросла в городах. Порядка 30% в сельской местности. Всего в эксплуатацию ввели более 2 миллионов 300 тысяч квадратных метров жилья. Около трети возвели с господдержкой. В том числе для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Белорусы начали производить машины скорой помощи на базе шасси МАЗ. Несколько опытных образцов уже сошли с конвейера Брест-МАШ. Они оснащены современными цельнышками, каталками, носилками, аптечками и необходимым медицинским оборудованием. В планах серийное производство автомобилей. В стране растет популярность магазинов формата дискаунтер. По темпам развития они не уступают гипермаркетам. Белорусы стали тратить деньги с умом, отдавая предпочтение выверенному ассортименту товаров в первой необходимости. И охотнее приобретая продукцию на скидках. Это экономит как бюджет, так и время. Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник – один из 12 самых почитаемых в христианском календаре. Открывает новый церковный год. В этот день верующие посещают храмы, чтобы преклонить колени и помолиться Богоматери. Можно просить о самом сокровенном. Главное, чтобы молитва шла от сердца и была искренней. Сбережения на будущее. В Беларуси с 1 октября начнет работать добровольная накопительная пенсия. Клиенту необходимо заключить договор со страховой компанией «Стравита», а затем отчислять от 1 до 10% заработка. Такой же взнос, но не более 3%, делает работодатель. Программа расширяет возможности формирования сбережений на старость. Получать выплаты человек сможет в течение 5 или 10 лет после достижения пенсионного возраста. Чтобы оформить договор страхования, необходимо либо прийти в офис «Стравита», в Бобруйске мы находимся по адресу улицы Максима Горького, дом 2, либо на сайте «Стравита.бай» через вкладку «Заключить договор онлайн». «Стравита» гарантирует норму доходности не ниже ставки рефинансирования, на сегодняшний день это 12%. При этом для работодателя соразмерно снижается его общий взнос на пенсионное страхование. То есть дополнительной нагрузки на предприятие нет. «Стравита» занимается инвестированием пенсионных накоплений и впоследствии будет платить человеку из его сбережений. Офис компании в Бобруйске работает с понедельника по четверг с 8.30 до 17.15, в пятницу – до 16.00. В выходные – суббота и воскресенье. В режиме офлайн в Бобруйске пройдет единый день безопасности. В парке культуры и отдыха рядом с кинотеатром «Мир» расположатся интерактивные зоны. Представители различных служб города познакомят со своей нелегкой работой. Обязательная часть праздника – показательные выступления, выставка спецтехники и снаряжение. Цель его неизменна – это обучение правилам безопасности населения при возникновении любых чрезвычайных ситуаций. Именно поэтому в связке с нами в этот день будут такие службы, как «Красный крест», «Бобруйсгаз», «Милиция», «Департамент охраны» и другие. Специалисты также напомнят телефоны справочных и экстренных служб, проведут мастер-классы по оказанию первой помощи. Начало развлекательной программы в 15.00. На пути к Славе в Бобруйске прошел кастинг музыкального проекта ОНТ. Среди участников – представители лесной отрасли, инженеры, мастера, технологи и просто заводчане – заявили о себе 18 человек без профессионального вокального образования. Удивляли не только голосом, но и игрой на гитаре, фортепьяно и цимбалах. В репертуаре народные и патриотические композиции. «Тепло, очень душевно, гостеприимно. И мы заканчиваем наш отбор республиканский на очень хорошей, доброй, позитивной ноте. Это здорово. Спасибо вам и вашим жителям за это гостеприимство». Впереди шесть отборочных концертов и полуфиналов, в которые попадут 12 участников. Только половина из них пройдет в финал. Выбирать лучших будет жюри, а также зрителей с помощью телефонного голосования. Уже в ноябре шоу появится в эфире. Сразу после нас сирена, а моя коллега Кристина Риан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова